Музыкальная одаренность РКК «Энергия» Георгий Вачнадзе привез в подмосковный Калининград молодую жену-грузинку. В детской школе искусств появился новый педагог по классу фортепиано. Знакомство Лии Вачнадзе с городскими поэтами переросло в дружбу и совместное творчество. На вечере были исполнены песни на слова Маргариты Крылова, Сергея Белова, Ольги Офицеровой, Лоры Полик, Лидии Исаевой, Игоря Кулагина, Валерия Кравца. Сама Лия призналась, будучи профессиональным музыкантом, она не занималась сочинительством ни музыки, ни стихов. Но так было до 92-го года, вплоть до грузино-абхазской войны. Ее семья пережила трагедию. Родные, лишившись крова, перебрались в Тбилиси. Именно в это тяжелое время родились лучшие ее произведения – песни о матери, о родине, моя жизнь. Ее песни звучат в традициях грузинского песнопения – звук полифоничный, гортанный, широкий, голосе и страдания, и протест, и призыв к разуму людей. Некоторые песни Лидия Вачнадзе исполнила в дуэте с Наилёчей Плинской, мастером классического пения. ПЕСНЯ Следуя традиции гостиной открывать новые имена, ее ведущая Нина Домнина представила публике Наталью Балашову. Жительница Королёва, воспитанница театральной студии «Тюза», выпускница эстрадного отделения ГИТИСа, долгое время работала в Швейцарии, где выпустила аудиокассету «Русский шансон». На этом вечере Наталье Балашовой были исполнены песни на стихи русских поэтов. В заключении Лия Вачнадзе исполнила авторскую песню о городе Королёве, ставшем для нее и ее детей второй родиной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ